здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сейчас говорим о физической культуре и спорте потому что совсем недавно в августе проходил день физкультурника как-то за пандемийными всеми событиями вот от таких больших всевозможных спортивных мероприятий мы отвыкли хотя они уже но постепенно слава богу в нашу жизнь возвращаются но обо всем об этом о других турнирах которые проходили в которых принимали участие наши люберчане а также о том что ждет жители городского круга люберцы в день города ну и вообще о будущем спорта ближайшим самым нам расскажет старший аналитик комитета по физической культуре спорту администрации городского округа люберцы андрей абахин здравствуйте андрей добрый день но вы у нас часто бываете нашим гостям сразу же первый вопрос вы почувствовали что от пандемии как-то уже отходим по карамель глобально ну пандемия уже была два года назад и мы совершенно от нее отошли я так скажу то есть соревнования идут все как положено до вошли в старый добрый ритм хорошо день физкультурника такой есть день у нас которые про отмечается в августе но и так как мы всегда особенно при вашем появлении вспоминаем что люберцы это территория спорта то наверняка день физкультурника прошел по спортивному напомню что 10 скультурника было официально утвержден аж в 1939 году еще когда мы им давным-давно да он в те годы отмечался очень значимо на красной площади проходил парад в котором принимали участие порядка 45 тысяч физкультурников со всей территории тогдашнего ссср а ну и кстати тогда всевозможных вот даже в театрах идет постановка и в ней были даже специальные спортивные постановки когда помните люди там вставали фигуры таскали эти все то есть это была такая развитая история как у нас прошло в этом году да на как я уже сказал он проходил на всей территории городского округа люберцы это были захвачены наши все пять стадионов основные во всех наших округах и также он прошел на кореневском карьере где была открыта профессиональная трасса вейкборда он проходил на территории наташинского парка на роллер-дроме где мы награждали победителей не победителей а жителей городского округа люберцы которые сдали норматива в фск гто на золотые знаки есть такие жале да конечно и разновозрастные даже от второй ступени если помню и до 10 то есть это люди которые уже за 80 вот ну а центральной площадкой в этом году у нас был парк малаховское озеро где мы с жителями со всеми тем кто к нам пришел играли в пляжный волейбол специально мы для них провели соревнования такие развлекательные по мокрому футболу вот в мокром песке что нет это вот такой большой бассейн с воротами туда заливается вода и футбол полуводная но что тогда то есть специально потому что погода позволила было очень жарко вот он был прямо раз двинут на пляже и еще такие соревнования мы провели также для всех желающих это масс-рестлинг очень интересные соревнования которые совершенно недавно у нас появились на территории российской федерации но я вот хотел еще если позволить вернуться все-таки готова потому что мы помним об этом муску лет пять может быть даже уже больше заговорили о возвращении готова потому что мы я помню советское время это прям очень жестко под армии в армиями там что-то ставали тоже были значки у нас бегунки такие связанные с gto на сегодняшний день действительно существуют нормативы они все серьезно прописаны до готов к труду и обороне и вот вы сказали что народ активно в этом участвует да но народ активно участвует да потому что люди за собой следят немножко меняется их они там еще и там при привилегии у них есть там для поступления существует для студентов которые поступают в вузы то есть там начисляются от 1 до 10 баллов это прописано в законе который подписан президентом российской федерации каждый вуз назначает определенные баллы самостоятельно но я могу сказать что есть вузы те которые относятся к силовым структурам там вообще без знака gto не принимал да это как то есть это один из пунктов приема ну и хотел бы вернуться еще к нашей центральной площадке так как это была центральная площадка нас посетил депутат государственной думы роман игоревич терюшков у нас не забывает и точно также у нас был исполняющий обязанности главы городского округа люберцы владимир михайлович волков вот роман игоревич к нам приезжают всегда не с пустыми руками он вручил нашим заслуженным тренером которые подготовили спортсменов в последний год награды такие от депутата государственной думы достаточно очень значимые весомые но владимир михайлович у нас награждал наших заслуженных работников физической культуры именно городского округа люберца благодарностями министра спорта россии о да и от министерства физической культуры и спорта московской области это достаточно большая торжественная церемония торжественная церемония да то есть и вот мы к этому готовились и специально эти награды берегли на этот праздник ну лето конечно жаркая пора и какой-то степени даже вам удалось видите с помощью никаких придумок даже сделать и менее жарко я и говорил футболе вот это водяном интересно самому сразу представил себе как это происходит но помимо этого еще много всевозможного происходило турниров лето для спортсменов же такой ну для кого-то конечно отпуск а кто-то активно работает какие еще соревнования проходили где принимали участие наши биберчане ну вот в продолжение темы нашего центральной площадки на малаховском озере хочу сказать что 30 31 июля мы проводили отборочные соревнования по пляжному волейболу так называемый кубок парков где мы отбирали лучшие четыре команды для того чтобы они прошли в финал из скольки ну участвовал порядка 16 команд у мужчин и 12 или тридцать канал сейчас боюсь ошибиться у женщин вот и отбирались да и достаточно популярный вид спорта на территории городского округа и вот как раз 13 в день физкультурника мы провели финальный этап финальный отбор где выявили лучших и лучшие у нас поехали в орехово-зуево на московские областные соревнования и хочу похвастаться наша мужская команда стала победителем то везла к нам золото там какой-то возраст или просто водка команда как 18 плюс если муж мужчина и женщина то есть она стала лучшей в московской области то есть еще один кубок привезли сюда привезли кубок понятно хорошо вот еще возникает вопрос а как эти команды формируются на понимаю там футбол у нас много футболистов было что я то сам по своему спортивному прошлому волейболист это мне это близко эта история хотя конечно волейбол за последние там десятилетия настолько изменился видоизменился тем не менее это как это люди которые собираются где-то во дворах или как каких-то спортивных клубах как как формирует по большей части это энтузиасты те которые любят этот вид спорта те которые когда-либо им занимались либо там пришли к нему уже там например более зрелом возрасте то есть команды формируются ну какого-то определенного принципа не существует то есть наверное по какой-то симпатии может быть по какому потом они каким-то образом вы должны о них узнать и они должны знать что вы у них нас существует волейбольная лига на территории городского круга люверс они заявляются на соревнования то есть это у нас совершенно открытая информация в соцсетях мы сейчас делаем анонс как раз на 22 23 годы буквально вот сейчас он появится у нас на всех наших социальных ресурсах вот люди заявляются и принимают участие то есть мы никого там как бы откуда-то специально не достаем не достаем да хорошо так что еще чем еще порадуете а также хочу сказать да то есть вот в июне в июле на территории московской области проходили соревнования по гребле на бадах и каное где выявлялась и формировалась сборная команда московской области вот серьезно мужская да и вот в состав сборной команды московской области попала наша люберчанка федина ульяна и в городе воронеж с 9 по 15 августа она принимала участие в первенстве россии по гребле на дарах каное до 17 лет хочу заметить что есть всего лишь 15 15 и это достаточно большой успех что она по вообще попала сборную команду московской области и и первый раз участвовал на таких больших соревнованиях и уже оттуда привезла бронзовую медаль но в дистанции 5000 метров насколько я понимаю вам этот спорт ближе да ну конечно я сам и являюсь мастером спорта россии по греблем дарха каное вот уже 25 лет нашло это звание 25 лет вот как 15-летняя девушка может так вот во сколько же надо начала заниматься что на 15 уже такие результаты показать ну она начала заниматься там два года назад за два года конечно сборную сборную московской области да и вот уже бронзовая медаль на первенстве россии хочу добавить что первенство россии в этом году было очень серьезно я такого давно не помню вот даже просто зачитаю несколько округов откуда вообще приезжали команды да то есть вы все поймут это вот москва санкт-петербург московская область саратовская воронежская липецкая ростовская астраханская свердловской области алтайский край краснодарский край приморский край то есть представляете со всех дальних уголков россии съезжались и конкуренция была ну просто безумная соревнования шли с 9 напомню по 15 августа то есть семь дней неделю люди соревновались это дистанции 200 500 соревновались на чем что за водная в воронеже это грибная база а там да конечно полноценная грибная база на которую это проходит соревнования они там традиционные я в свое время там тоже гонялся знакомые а то есть эти те места там ну воронеж он вообще славится тем что там очень много проводится соревнований именно юношеских именно юношеских погребли на байдарх и канула вот хорошо вот ей 15 лет мы сейчас возвращаемся к нашей люберчанки вот она почувствовала это а что дальше у нее какой теперь она сейчас как сборную ли она возвращается тренируется здесь она возвращается обратно к нам потому что сборная собирается на момент ответственных соревнований всероссийских основная подготовка проходит непосредственно местах уже в этой студии много раз говорили и отмечали что приблизительно 70 процентов подготовки это идет непосредственно со своим тренером на базе на базе до которая у нас находится на территории кореневского карьера ну а дальше там если она подтверждает свои результаты или еще их улучшает то она опять может попасть сборную следуя на следующий следующий шаг это должен быть уже раз попадание в сборную команду россии ну да тем более что но раз такой результат что за два года я я просто не ожидал сейчас сделаем небольшую паузу напомню что нас андрей абахин в гостях в программе открытый диалог говорим о спорте о физкультуре и сейчас мы поговорили о том что летом происходило ну и конечно же впереди день города впереди кстати осень а там и до зимы рукой подать обо всем этом поговорим во второй части эта программа открытый диалог с вами николай пивненко в гостях у нас старший аналитик комитета по физической культуре спорту администрации городского округа люберцы андрей абахин по летнему периоду все мы перечислили все важные такие основные моменты которые связаны с со спортивными состязаниями или что-то мы упустили ну на территории городского округа люберцы я на что-то постоянно что-то происходит и как я уже сказал вот 13 августа открылся профессия открылась профессиональная трасса вейкборда на кореневском карьере что за трассы что как что там происходит но это вот по кругу установлена лебедка да и а люди на вы в борде они он и лебедка их тянет они непосредственно там показывают элементы прыжки всякие там а понятно то есть не просто на на лебедке как у нас где-то в там в некоторых парках я имею ввиду в стране катаются а вот именно это со смыслом ну конечно потому что это является точно также видом спорта и вот открытие данной трассы она позволит проводить на территории городского округа люберцы ренане любого уровня как чемпионата россии так и международные старты мы можем принимать очень хорошо ну а теперь поговорим о дне города это особо так сказать история потому что а ну первое сентября после него проходит кажется вот эта неделя или эти 10 дней просто моментально кто-то идет в школу кто-то идет вуз кто-то куда-то переезжает кто-то возвращается наконец-то откуда-то в общем такой перец большой пересадочный пункт происходит но к 10 сентября уже все более-менее оклемаются и планируется день города он будет конечно же день города без спортивных состязаний это не день города что в планах то но мы как всегда готовим отдельную большую спортивную площадку для всех жителей городского круга люберцы также и гостей в данном году она будет располагаться перед администрацией на улице звуковая приглашаем всех будет она мы немножко меняем формат в этом году более развлекательная для того чтобы люди пришли получили удовольствие мы планируем там провести а мастер-классы по мини-футболу арм-рестлингу арм лифтингу то есть мы выставим такие золы игровые зоны как киберспорт по ряда для всех желающих до игры фифа дарт стир настольный футбол у нас будет также будет специальной груша там которую можно проверить себя на силу удара вот и а и самое главное еще забыл сказать что в этом году мы хотим для жителей городского круга люберцы привести поставить там мини-гольф приходите попробуйте себя мини-гольфе вот такое очень не обычный играл пробую пробовал вернее на одном из подмосковных аж есть там парочка таких это конечно очень такой но в захватывающий вид спорта но там надо же чтоб кто-то показал будет кто по конечно мы клюшка специальных тренеров которые будут стоять и показывать как правильно взять клюшку как поставить ноги занять позицию то есть как совершить удар и правильно попасть в лузу такой вид спорта да но богатых людей мы делаем это для жителей городского круга любит пробу совершенно бесплатно и это в качестве развлечения подарок такой ну и мы все-таки как спорткомитет без спорта никуда спорт отличается от физкультуры тем что есть соревновательная деятельность они и мы задумали такой турнир по русскому жиму есть такой тоже вид спорта официальный на территории российской федерации проводится русский жим до жим штанги лежа а все понял штанга то есть будет специальная что мы будем выставлять помост у нас будет это каждый желающий может туда заявиться независимо от своей возрастной категории своего собственного веса то есть будет достаточно интересная программа сейчас мы разрабатываем до конца критерии чтобы люди понимали вес на штанге будет выставлен один для всех 50 килограмм прежде чем подойти сделать подход человек взвешивается мы фиксируем его собственный вес и он ложится жмет штангу максимум за один подход до тех пор пока не сможет выжить после чего это все суммируется выводится коэффициент количество движений вес штанги и коэффициент его собственный вес и поэтому мы можем приравнять всех независимо от весовой категории к ну раньше были равны она будет первое второе третье место конечно а и что получат но мы сейчас готовим для них скорее всего это будет что-то специальное для силовых видов спорта мы сейчас думаем но то чтобы это было интересно тоже наверное победит конечно есть вариант что победит человек который там не специалист а вот просто вот победит но наверное скорее всего победит чек опытный я могу сказать что вот эта формула проведения то вот именно таких соревнований до с учетом веса с учетом коэффициентов она позволит людям даже из других видов спорта и понятно что не какой-то там совсем человек новичок до составить конкуренцию любому тяжелоатлету любому бодибилдеру специалиста потому что это достаточно так вот много коэффициентов которые позволяют это все уравнять хорошо футбол волейбол планируется ну в волейболом и пока закончили вода отыграли будут мастер-классы мы специально будем раскладывать зеленое поле искусственный газон вот у нас наши тренеры будут там показывать элементы чеканки как правильно ударить по воротам как правильно поставить ногу для всех желающих это будет все сделано непосредственно приходите пробуйте участвуйте мы вас всех ждем начало планируется в 1130 открытие площадки в 1130 и до до часов 3-4 нас немножко ограничивают потому что там есть будет уже концерт ну да и мы дам черный день до вечерняя часть мы должны будем эту нашу площадку очень аккуратно быстро свернуть чтобы она не мешала хорошо андрей скажите но впереди начинается осенний период новый сезон новый сезон он у всех начинается практически потому что все люди после летнего кстати вот такого жаркого лета до возвращаются к активной деятельности и я так понимаю что но есть соревнования которые плановые и в московской области и в стране да что в ближайшее время на планируется я еще и вот какую тему хотел бы затронуть сейчас на молодежь они же захотят идти куда-то пробовать себя где они смогут это все увидеть вот правильно вы спрашиваете я тоже хотел это затронуть эту тему то что как раз 1 сентября во всех спортивных школах секциях начинается жаркая пора открываются запись в школы спортивные можно попробовать себя в тех видах спорта которые интересны вот всех опять мы ждем эта информация есть на сайтах спортивных школ спортивных секций спортивных клубов заходите приходите то есть мы там задача какая но вот человек посмотрел там какая-то запись или человек должен прийти с ребенком сам привести чтобы вы посмотрели какие-то справки нужно сейчас запись производится через портала подмосковья вот поэтому но прийти никто не запрещает можно прийти поговорить с тренером уточнить какие документы нужны как их правильно подать все подскажут и мы прекрасно понимаем что ребенок он все-таки по большей части еще недопонимает что ему на 100 процентов интересно поэтому я приглашаю во все секции прийти попробовать выбрать потому что может выводиться и то и сё а ему понравится что-нибудь 3 там где получится он там и останется конечно любой вид спорта это спорт это спорт хорошо но и сколько такая пора будет когда уже школу начнут работать в обычном режиме с новенькими ну это занимает порядка двух месяцев когда сформируются группы каждая школа открывает отделение группы начальной подготовки в соответствии с муниципальным заданием и набор происходит не очень равномерно ну поэтому я вот как уже сказал порядка двух месяцев на то чтобы эти группы окончательно сформировались и какие виды спорта мы можем на сегодняшний день предложить нашим потенциальным мамам и папам но если мы будем брать только наши спортивные школы это и тяжелая атлетика это и легкая атлетика это чирспор это и художественная гимнастика это и тхэквондо это и фехтование это там тот же самый футбол это у нас на стадионе урожай есть секция по русскому хоккею точно также да то есть эта секция которая совершенно бесплатная мы ждем всех детей с родителями пускай приходят вот тут и наверное важно еще раз мы эту тему коснулись обратить внимание родители что главная ошибка у них как правило когда туда куда они них не смогли они приводят своего ребенка не спрашивая него поэтому наверное вот вы правы надо все таки постараться чтобы ребенку понравилось да если ребенку не хочется идти на футбол а хочется боксом заниматься наверно надо к ребенку прислушаться все-таки конечно конечно потому что дети совершенно разные кто-то командный крок а кто-то индивидуальные поэтому вот может быть ему там та же самая тяжелая атлетика будет намного ближе чем там вот художественная гимнастика ну и потом всегда есть возможность но если уж совсем не пошло дело по разным причинам перейти ну поменять это никто не не запрещает я могу сказать по себе что я занимался в детстве и хоккеем я занимался в детстве и самбо ну вот остался в гребле вот так вот получилось а я рапирой даже заниматься оставлять такое было время ну что мы движемся к завершению а сам сезон планирует быть густонаселенным по спортивным состязаниям осень зима ну я могу вам сказать что городской округ люберцы один наверное из лидеров по количеству проводимых спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории в московской области наш календарь насчитывает более 400 мероприятий по различным видам спорта за весь год то есть это более чем одно мероприятие в день ну да поэтому можно не только прийти себя попробовать но я всех призываю приходить смотреть в качестве зрителей конечно сейчас очень важно потому что иногда и это кстати и участникам тоже необходимо когда есть зрители это добавляет конечно определенного такого атмосферу это атмосфера да и прийти поддержать своих знакомых своих тех же самых детей то есть и просто посмотреть потому что вот они живые реальные люди все мероприятия у нас проходим территорию городского круга люберцы бесплатно практически то есть если это не касается каких-то коммерческих турниров то у нас это все милости просим всех ждем ну что же старший аналитик комитета по физической культуре спорта администрации городского округа люберцы андрей абахин был гостем нашей программы он часто приходит к нам гости или приводит кого-то или направляет каких-то победителей мы с удовольствием всегда всех медалистов здесь встречаем надеюсь что и в новом вот этом сезоне который вот сейчас начинается осенний у нас появятся новые чемпионы вам большое спасибо за то что так много работаете ну и ждем дня города потому что это самое близкое сейчас событие спасибо большое спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а